ЖИВАЯ ПЛАНЕТА САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О БАБОЧКАХ, КОТОРЫЕ ВАС ПОРАЗЯТ У САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ БАБОЧКИ АЦЕТОЗИИ РАЗМАХ КРЫЛЬЯ ВСЕГО ОКОЛО 2 МИЛИМЕТРОВ У САМОЙ БОЛЬШОЙ ТИЗАНИЙ АГРЕПИНЫ ДО 28 МИЛИМЕТРОВ БАБОЧКИ, КАКИ СЛОНЫ, ПИТАЮТСЯ С ПОМОЩЮ ХОБОТА, ТОЧНЕЕ ХОБОТКА ВСЕГО В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ОКОЛО 165 ТЫСЯЧ ВИДОВ БАБОЧЕК И МОТЫЛЬКОВ Да-да, и именно тысяч, причем большинство из них предпочитает вести ночной образ жизни. БРАЗНИКИ, НОЧНЫЕ МОТЫЛЬКИ, УМЕЮТ ПОДБЫВАТЬ НА ВОЛЧЬЙ МАНЕР. ЭТО ВОЩЕ ЖУЖАНИЕ ИМИТИРУЕТ ТАКОВОЕ У ПЧЕРИНОЙ МАТКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯТ БРАЗНИКУ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПРОБРАТЬСЯ ПЧЕРИНОЙ ОЛЕЙ И ПОЛАКОМИТСЯ МЁДОМ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ ИЗРЯДНУЮ ДОЛЬ ЕГО РАЦИЛОНА. БАБОЧКИ ВОДЯТСЯ НА ВСЕХ МАТЕРИКАХ, КРОМЕ АНТАРКТИДЫ. ГЛАЗА БАБОЧКИ СОСТОЯТ БОЛЕ ЧЕМ ИЗ ТЫСЯЧИ ФАСЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАЖДЫЙ. РЕЦЕПТОРЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ВКУС, НАХОДЯТСЯ У БАБОЧЕК НА ЛАПКАХ. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ БАБОЧЕК ЗА СВОЮ ЖИЗЬ, ВЕСЬМА КОРОТКУЮ, ОТКЛАДЫВАЮТ БОЛЕ ТЫСЯЧИ ЯИЦ, ИЗ КОТОРЫХ ЗАТЕМ ВЫЛУПЛЯЮТСЯ ГУСЕНИЦЫ. БАБОЧКАМИ ОХОТНО ПИТАЮТСЯ МНОГИ ДРУГИЕ ВИДЫ, НАПРИМЕР, ПТИЦЫ И ХАМЕЛЕОНЫ. САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ ИЗ БАБОЧЕК ОБИТАЮТ МЕНИЕ ЧЕМ В ТЫСЯЧЕ КИЛОМЕТРОВ ОТ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА, НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНАДЕ ОСТРОВЕ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ. В КИТАЕ, ИНДИИ И НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ГНУШАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ БАБОЧЕК В ПИЩУ. НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ БАБОЧЕК МОГУТ РАЗВИВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА СКОРОСТЬ СВЫШЕ 60 КИЛОМЕТРОВ ЧАС, ЗА МИНУТУ ПОЛЁТА ПОКРЫВАЯ РАССТОЯНИЕ, РАВНОЕ 20-30 ТЫСЯЧАМ ДЛИН ИХ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА. БОЛЬШИНСТВО БАБОЧЕК БОИТСЯ ВОДЫ, НО, НАПРОМЕР, СИРЕНЕВАЯ ПЯДЕНИЦА МОЖЕТ СПОКОЙНО ВЫНЫРНУТЬ, ЕСЛИ СЛУЧАЙНО УПАДЕТ В ВОДУ, ОТРЕХНУТЬСЯ И ПОЛЕТЕТЕТ ДАЛЬШЕ. БАБОЧКИ МОНАРХИИ РАЗБИРАЦИЯТСЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ И УМЕЕТ ПРИМЕНЯТЬ ИХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, если помощь требуется их потомству. СКЕЛЕТ БАБОЧКИ, ТОЧНЕЕ ЭКЗОСКЕЛЕТ, НАХОДИТСЯ НЕ ВНУТРИ ЕЁ ТЕЛА, А СНАРУЖИ. ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ НЕГО. ОКАЗЫВАЕТСЯ БАБОЧКИ РАЗЛИЧАТЬ ВСЕГО ТРИ ЦВЕТА – КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ. КАЛИПТРА ЭУСТРИГАТА – ЭТО БАБОЧКА-ВАМПИР, ПИТАЮЩИЙСЯ ТАКЖЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ КОМАРЫ. Впрочем, кровью питаются только самцы, самки же предпочитают растительную пищу. БАБОЧКА-КОПУСТНИЦА ОЧЕНЬ ПЛОДОВИТА. ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПОТОМСТВО ХОТЯ БО ОДНОЙ КОПУСТНИЦЫ ВЫЖИЛО, ЗА СЕЗОН НА СВЕТ ПОЯВИЛОСЬ БЫ СТОЛЬКОЕ У ПОТОМКОВ, ЧТО ОНИ ВЕСИЛИ БЫ ВТРОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ, ВМЕСТИ ВЗЯТЫЕ. В КИТАЕ БАБОЧКИ СИТАЦЯТСЯ СИМВОЛОМ ЛЮБВИ И ВЛЮБЛЁНЫХ. ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ ПРО БАБОЧКУ МАХАОН. Среди всех других она наиболее сильная и быстрая, хотя теперь и очень редкая. Махаон однажды встречали даже в Тибете на высоте в 4,5 километра. ОКАЗЫВАЕТСЯ БАБОЧКА АПОЛОН ЕДИНСТВЕННАЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОБИТАТЬ В МЕСТА, ГДЕ СНЕГ ПОРОЙ НЕТАТ КРУГЛЫЙ ГОД и при этом чувствовать себя комфортно. Частое использование механизма самозащиты и отпугивания хищников истощает гусениц бабочек-капустниц, увеличивает их смертность, а у выживших особей приводит к преждевременному метаморфозу. На самом деле бабочки не слышат, но чувствуют вибрацию. Бабочки из рода коллега, увидев птицу, переворачиваются и показывают врагу изнанку своих крыльев, изображение совы с острым клювом и большими глазами. Бабочки-нимфы аталанта лакомятся навозом и гниющими фруктами. Многоцветница, крапивница, лимонница, дневной павлиний глаз и адмирал зимуют во взрослом состоянии. Зимой эти бабочки проводят в дуплах, под корой полузгнивших пней, в щелях нежилых и жилых построек. Бабочка-мертвая голова получила свое название за своеобразный рисунок на спине, напоминающий человеческий череп. У самки-пяденец-абдирала и у самки-обыкновенного кисти-хвоста нет крыльев. В Японии бабочка считается эмблемой утонченных и очаровательных жриц любви. В древнегреческой мифологии в образе красавицы бабочки выступает психея, олицетворение, пылающей любовной страстью женской души. Христиане считали, что у бабочек воплощаются души умерших, некрещенными младенцев. А вот ацтеки были уверены, что бабочки – это души погибших храбрых воинов. В Азии бабочкам поклонялись как прародительницам мира, а к одной из них Будда обратил свою последнюю проповедь. Самцы-самки тутового шелкопряда пахнут мускусом, предполагая, что его запах привлекает половых партнеров. Одновременно отпугивают врагов бабочки. А вот самцы-бабочки-капустницы пахнут красной геранью. Самцы-бабочки-репницы пахнут резидой. Самцы-бабочки-брюквеницы пахнут цветами лимона. Гусеница кукурузного или стеблевого мотылька выдерживает температуру до минус 80 градусов Цельсия. Сатурния-мадагаскарская является обладательницей самого длинного хоботка среди насекомых. Длина хоботка особи, найденной в 1903 года, составляет 40,5 сантиметров. Также Сатурния-мадагаскарская из-за своего длинного хвоста, иногда достигающего 20 сантиметров, считается самой длинной бабочкой планеты. А еще Сатурния-мадагаскарская запускает под веки спящих птиц, напоминающих гарпун хоботок, и пьет слезы пернатых. Миграции бабочек-монарх – очень красивое зрелище. Эти большие насекомые собираются большой группой и направляются зимовать из Северной Америки в Южную, пролетая при этом несколько тысяч километров. Златогуску или золотистого шелкопряда истребляют 18 видов мух-тахин и 24 вида наездников. За несколько часов перед дождем бабочки-крапивницы перестают летать над цветами и прячутся в укрытиях. Бабочки и птицы-калибрия не опыляют некоторые виды растений из-за того, что они не умеют пить их густой нектар. Такие цветы являются вотчиной пчел, шмелей и летучих мышей, язык которых приспособлен для лакания, а не всасывания сиропа. Размах крыльев бабочки Орнетоптеры, королевы Виктории, обитающей на Соломоновых островах, около 30 сантиметров. Помимо нектара, многие бабочки охотно поглощают сок, вытекающий из пораненых деревьев или плодов. В жаркий летний день можно наблюдать большие скопления белянок возле луж. В Лузиане, США, население верило, что если белая бабочка прилетит в дом и покружится около человека, то это предсказывает счастливый случай. А появление бабочки мертвая голова считалось предвестником чумы и смерти и вызывало у народов Европы панику. Бабочки могут напиться забродившим фруктовым соком и впасть в состояние опьянения. Самец бабочки-шелкопряда может обнаружить запах самки при содержании пяти молекул феромона в 10 миллиметрах воздуха. Бабочки не могут летать во время землетрясения. Владимир Набоков открыл 20 видов бабочек и дал им название, а свою коллекцию в 4 324 экземпляра подарил Зоологическому музею Лозаннского университета. В Стокгольме есть клиника, в которой пациенты лечатся от стресса в оранжереях с цветами и бабочками. Самая тяжелая бабочка в мире – бабочка-древоточец. Ее вес составляет до 30 грамм. И слон, и бабочка могут уловить даже звуки частотой в 1 Гц, в то время как диапазон человека составляет от 20 до 20 тысяч Гц. Что интересного ты знаешь о бабочках? Напиши в комментариях. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. И, конечно же, не забудь подписаться на мой канал. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!